Атомная энергия Почти 20% электроэнергии на Земле получают от атомных электростанций. Но есть одно «но». Человек не знает, что делать с отработанным ядерным топливом. Ее уже накопилось сотни тысяч тонн. Больше полувека лучшие умы мира бились над тем, как сделать атомную энергетику по-настоящему зеленой и применить в самых разных сферах жизни. Мы должны приложить все силы для того, чтобы эта энергетика была не только безопасной, но и экологичной. Казалось, решить вопрос ядерных отходов нереально. Когда-то также думали и о создании советской атомной бомбы. Но ее сделали, вопреки всему, в этом самом Курчатовском институте. Роль Курчатского института, как всегда, главный. Курчатский институт – идеолог. У нас был атомный проект «1.0. Демогревле ядерное оружие», а атомный проект «2.0». Мы обеспечим зеленым образом, экологически чисто, мир энергетикой. Как это возможно? Какой путь прошло человечеству, чтобы оказаться на пороге новой научной революции? И что полезного смогла дать миру атомная бомба? Это множество важнейших направлений науки и технологий мирных, начиная от атомной энергетики, ядерной медицины и материаловедения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человечество впервые столкнулось с темной разрушительной стороной атомной энергии в августе 45-го. Тогда США громко оповестили мир о начале новой ядерной эры, сбросив бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Вот они сделали атомное оружие, и первое, что они сделали, они взорвали 6-го и 9-го 45-го года, две бомбы, уничтожив сотни тысяч людей в Хиросиму и Нагасаки, только чтобы нас напугать. В Советском Союзе хорошо понимали опасность ситуации. Холодная война в любую секунду могла обернуться горячей, а у СССР в то время еще не было зонтика против атомного дождя, грозившего обрушиться с небес. Они считают, что мы провисли, что у нас мало чего есть, что мы не можем ответить. Они, не задумываясь, бросили бы на нас ядерные бомбы. Они занимались созданием тактического, то есть маломощного ядерного оружия. Они готовились к нанесению удара по нам. Надо было срочно создавать ядерное оружие, в противном случае мы бы с вами здесь сейчас не разговаривали. Именно здесь, в Курчатовском институте, тогда еще секретной лаборатории номер 2, под руководством выдающегося физика Игоря Курчатова, была создана советская атомная бомба, изменившая ход мировой истории. Что он сделал? Он, по сути, создал уникальную систему, коллектив, создал ядерное оружие и тем самым сохранил нашу страну, суверенитет и все сделал. Еще во время работы над бомбой Курчатов увидел в атомной энергии мощный созидательный потенциал. Именно он произнес легендарную фразу «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом». И приложил максимум усилий, чтобы руководство страны смогло понять весь диапазон возможностей атомной энергии. А уже в начале 50-го года вышло постановление, подписанное Сталином, о том, что надо заниматься мирной деятельностью. Сегодня Россия в числе первых атомных держав планеты. Она задает тренды и в сфере создания новых реакторов для атомных станций, и в стандартах их безопасности. Делают это в том же самом Курчатовском институте, где много лет назад смогли направить энергию атома в мирные русла. Реактор сегодня, так сказать, это все такая совсем система абсолютно чистая, безопасная. У нас огромное количество станций по всему миру, вот это ВВР, водоводяные реакторы, которые прекрасно работают, нарабатывают энергию устойчивой. Водоводяные реакторы начали разрабатывать в 1954 году, тогда же, когда была пущена первая в мире обнинская АЭС. В отличие от реактора РБМК, в реакторах типа ВВР не графит, а вода замедляет нейтроны и охлаждает ядерное топливо. И они стали доминирующими. Доминирующими, причем практически во всем мире. Давайте гордиться ВВРами. Все, это доминанта строительства за рубежом. Это триумф, точка. Ну, понятное дело, что он раздражает наших конкурентов, и здесь у них очень большое желание обойти нас. Новые поколения реакторов типа ВВР считаются самыми безопасными в мире. Идея создания водоводяных реакторов родилась все в том же Курчатовском институте. И здесь же, спустя десятилетия, научились продлевать им жизнь. Находимся в лаборатории, в которой у нас сконцентрировано аналитическое оборудование для тонких исследований, радиационных эффектов материалов. Вот это, кстати говоря, первая горячая лаборатория в Советском Союзе. Вот то, где вы находитесь. Да, она была открыта в 51-м году. И при Курчатове, понятное дело. В защитных камерах такой горячей лаборатории ученые исследуют, как в условиях постоянного радиационного облучения металл сварных швов корпуса атомного реактора утрачивает свои свойства. Появляются неоднородности в материале. И если трещина зарождается на поверхности, то она именно по этим неоднородностям начинает дальше расти. Это сокращает срок службы реактора. А вывести его из эксплуатации – дело сложное и не дешевое. Не говоря уже о том, что взамен старого потребуется новый. И вот в конце 1980-х ученые Курчатовского института разработали уникальную технологию, которая позволяет увеличивать срок службы реакторов на десятилетия. Были предложены компенсирующие мероприятия, которые позволяли на определенном этапе эксплуатации проводить такой восстановительный отжиг, возвращая свойства почти к исходному состоянию, что открывало возможность нового цикла безопасной эксплуатации. Подготовка к такому отжигу занимает несколько лет. К реактору транспортируют разобранную печь, затем монтируют в корпусе реактора. Металл медленно нагревает до 475 градусов Цельсия и выдерживает 150 часов, а потом постепенно охлаждает. Мы, собственно, являемся пионерами в области разработки восстановительных отжигов для корпусов реакторов. И кроме нас их на станциях реально никто и не делал. В 2018 году работы по восстановительному отжигу впервые в истории прошли на реакторе большой мощности ВВР-1000. Срок службы реакторной установки энергоблока номер 1 Балаковской АЭС в Саратовской области продлили на 23 года. Это позволит атомной отрасли России получить экономический эффект свыше 160 миллиардов рублей. А ведь отжиг можно проводить не один раз. И не на одном реакторе. Больше того, новая отработанная технология может быть использована для всех реакторов типа ВВР-1000 не только в России, но и в Китае, Индии, Иране. А ведь в середине 40-х, когда у США появилась атомная бомба, невозможно было поверить, что обескровленный войной Советский Союз не только вступит с Западом в гонку вооружений, но и навяжет ему еще одну битву по приручению атома. В мирной деятельности были также элементы соперничества и кто, так сказать, будет впереди в том или ином направлении. И мы вынуждены были также в эту гонку в мирной деятельности вступить, потому что это как бы престиж державы, престиж страны. Огромный опыт бесценный получил Курчатский институт, развивая атомный проект. И вот это разрушительное оружие на самом деле дало множество важнейших направлений науки и технологий мирных. Началось все с бомб, а потом стали появляться вещи, которые представляли интерес для обычных людей, для народного хозяйства, в том числе и атомной энергетикой. Декабрь 1951 года. В штате Айдахо на Национальной исследовательской реакторной станции загораются 4 лампочки по 200 Вт каждая. Казалось бы, что такого. Но это мировая сенсация. Первое атомное электричество. И получили его американцы. Они хотели приручить и взять под свое крыло, под свою гиду и мирный атом, с тем, чтобы и разработки его властей аэрной деятельности, и весь ядерный наработанный потенциал, который есть и который был, был как бы в их руках, под их контролем, мировое господство, лидерство. Экспериментальный реактор еще не АЭС. Но результат испытаний показал, что атомная энергия может стать источником света и тепла, а не только смерти и разрушения. В декабре 1953 года президент США Дуайт Эйзенхауэр на правах хозяина положения произносит на Генеральной Ассамблее ООН свою историческую речь «Атом для мира». Предлагает странам, в том числе, конечно, и СССР, объединить усилия в этой области. Так было инициировано создание Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. На начальном этапе Советский Союз не работал над уставом. Он дистанцировался. Все-таки, да, надо было понять, куда идут процессы. Все-таки они, процессы, были инициированы американцами. Вместо ответа, которого от СССР ожидало мировое сообщество после речи Эйзенхауэра, через шесть месяцев последовал торжественный пуск атомной электростанции в Обнинске, первой в мире. Угольные станции с необходимостью колоссальных объемов топлива и рядом атомная энергетика, где у вас, ну, по существу, там, килограммы топлива, и на долгие годы энергообеспеченность полная. В 1954 году к этому месту в Калужской области были прикованы взоры всего мира. В торжественном пуске Обнинской АЭС принимал участие тот же человек, который разработал советскую атомную бомбу, Игорь Курчатов. Именно он предложил идею конструкции станции и участвовал в ее создании. Так, мы с вами находимся за пультом первой в мире атомной электростанции. Игорь Васильевич Курчатов здесь произнес такие слова. С легким паром. Когда пар поступил на турбину. Это первая станция, которая работала в сеть. Она отдавала свои 5000 киловатт в единую энергетическую систему страны. Это был сокрушительный удар по амбициям США, где только собирались приступить к строительству АЭС Шиппингпорта. Пальма первенства у СССР. Здесь побывали с экскурсиями нобелевские лауреаты, главы государств, монарши и особы. Водоохлаждаемый канальный уран-графитовый энергетический реактор РБМК получил название АЭМ-1, что означает «атом мирный». Все хотели посмотреть, ведь боялись атомной энергии. Она представлялась как в виде атомной бомбы. На станцию Валерий Кондратьевич пришел работать в 1958 году. Большую часть своей жизни провел здесь, за этим самым пультом. А после того, как станцию закрыли по экономическим соображениям, и она превратилась в музей, продолжил работу уже в качестве экскурсовода. Расположенный на месте Обнинской АЭС музей атомной энергетики тоже первый в мире. Станция успешно отработала 50 лет, и в 2002 году нажата была вот эта кнопка. К моменту, когда атомный реактор сердца Обнинской станции вывели из эксплуатации, в мире уже было под две сотни АЭС. Каждая атомная станция в СССР и России разрабатывалась и вводилась в работу при научном руководстве Курчатовского института. 70-е годы стали временем наивысшего расцвета атомной энергетики. Ядерные реакторы вводились в эксплуатацию десятками по всему миру, в том числе в США. Они там росли как грибы и были частными. Этим занимался бизнес. Потому что было выгодно. Это было дешево. И норма прибыли была высокая. Затраты капитальные на создание были невелики. Вот этот первый период развития, это некая эйфория от того, что получается. Вот этот путь через фанфары прервал Тримайл. Авария на трехмильном острове в Пенсильвании. 1979 год. 28 марта. В 4 утра из-за сбоя в работе оборудования реактор американской атомной электростанции Тримайл-Айленд начал перегреваться. А грубая ошибка, допущенная во время ремонта, не позволила запустить аварийные насосы. Это первый раз, когда расплавили активную зону. То есть таких неприятностей не было человеческих. Кроме того, что там, когда все рванули, бежать оттуда. Причина паники – роковое совпадение. За несколько дней до аварии на экраны вышел фильм «Катастрофа. Китайский синдром» о проблемах безопасности на вымышленной АЭС. Там прозвучала догадка, что авария может привести к радиоактивному заражению территории размером с Пенсильванию. Панику остановил лишь приезд на Тримайл-Айленд президента Джимми Картера. Американцы, когда столкнулись с аварией на Тримайл-Айленд, они начинают с 79-го года, и по 2012 год не заказали ни одного атомного блока у себя за этот период. То есть, если говорить откровенно, у них наступила эпоха стагнации в области развития атомной энергетики. Но настоящим ударом по атомной энергетике стала авария в Чернобыле. Она считается крупнейшей в истории отрасли. На станции была полностью разрушена активная зона реактора. Здание энергоблока частично обрушилось. Произошел выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Это была трагедия для атома, которая едва не закончила его совсем мирный атом. Но это уже потом стали разбираться. А сначала как же так? Ужас какой. Чернобыль и так далее. Тем более, это тысячекратно преувеличивалось. На фоне мирового недоверия к атомной энергетике, которую еще недавно превозносили, ученым Советского Союза пришлось доказывать миру, что случившееся в Чернобыле – трагическое исключение, а не правило. И доказывать не на словах. Мы сумели преодолеть. Мы исправили этот реактор. За год нашли быстро физические способы, которые просто ликвидировали физическую возможность подобного инцидента. И, в общем, удалось атомную энергетику как-то отстоять. Авария на Чернобыльской АЭС, чуть было не уничтожившая атомную энергетику, в конечном итоге изменила всю отрасль. Началась серьезная работа по совершенствованию систем безопасности атомных реакторов. В этой сфере, конечно, регулирование чрезвычайно жесткое. И, конечно, нынешние энергоблоки, реакторы, вообще нынешние энергетические объекты – это, конечно, по безопасности и надежности, но, знаете, несопоставимы с тем, что было до таких событий. Пройдя весь этот путь, рождалась зрелость технологии. А зрелость этой технологии основана на главном принципе, что ты должен быть всегда уверен, что эта огромная энергия, которую тебе дали в руки, она все время находится под контролем. Тем не менее, в мировой прессе трагедию в Советском Союзе усиленно муссировали. Создавался образ страны, не способной обращаться с атомной энергией. Запад поспешил заверить – у них такого не произойдет. Запад закрылся тем, что сказал – это плохой советский реактор, у нас такого быть не может, у нас прекрасные реакторы. И так они с удовольствием говорили до Фукусивы, когда уже на советский реактор это было трудно списать аварию, когда был американский реактор в японском исполнении. Сегодня в атомной энергетике новый тренд – так называемые атомные станции малой мощности. Мобильные значительно дешевле больших, они способны обеспечивать энергонезависимость труднодоступных территорий. Работает долго, обслуживание требует минимального, при этом еще не повреждает экологию. У нас огромные пространства. Значительная часть этих пространств, я бы сказал, относится к категории труднодоступных. Это и Арктический регион, и многие регионы Сибири, Заполярье. И потребители распределены, разрознены. Они небольшие, но энергия тоже нужна. Сегодня разворачивается битва за будущий рынок АЭС малой мощности. В Курчатовском институте разрабатывают свое новое направление. Так называемую атомную батарейку, в которой тепло реактора прямо преобразуется в электричество. США и Европа тоже активно включились в гонку технологий. Но они не говорят об отходах, что делать с отходами. Я был настолько впечатлен одним из мероприятий на полях конференции в Нью-Йорке, когда американцы рекламировали эту технологию. И из зала был задан вопрос, а что вы будете делать с отходами ваших реакторов, которые, ну, грубо говоря, вы навтыкаете по всему миру. Ответ был изумительный. Вы не имеете в виду ответа в этот момент. Это круче. В Курчатовском институте ответ на этот важнейший вопрос нашли давно. Больше того, этот ответ очень скоро можно будет увидеть своими глазами. Брест – это не город Белоруссии, а аббревиатура, за которой скрывается название «Быстрый реактор естественной безопасности». Начинаем обратный отсчет. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Поехали! Этот реактор станет частью опытно-демонстрационного энергокомплекса в городе Северске Томской области. Главная его особенность – замкнутый топливный цикл. Что это и почему так важно? Ядерные реакторы не могут работать без топлива. Для этого требуется уран. Нужного изотопа в природе мало, и добывается он крайне тяжело. Мы в природе вытащили уран, оно радиоактивно. Дальше этот уран мы засунули в реактор, в тепловой, в быстрый, не важно, он прошелся по этому, выработал энергию, отдал свою энергию. Но остается отработавшее ядерное топливо, оно радиоактивно. Его надо захоранивать, мы его там стеклуем, захораним, оно может сотни, тысячи лет лежит, пока оно распадется. Кто собирается хранить топливо, как шведы, там, допустим, в скальном крунте, предположим, а мы говорим, что мы будем это перерабатывать топливо, извлекать полезные компоненты, впускать снова оборот в дело, наращивать потенциал ядерных материалов для будущей нашей энергетики. Появлением ядерной энергетики замкнутого цикла топливо можно будет использовать многократно. В итоге оно перестанет быть опасным для экологии. И у вас оттуда выходит, как чистая вода после фильтра. Взяли радиоактивность, пропустили через это и положили назад природу то, что взяли, с такой же радиоактивностью. Все. Еще одним элементом замкнутого топливного цикла, который сделает атомную энергетику экологически чистой, станет вот это устройство, такомак. В будущем оно позволит превратить химический элемент торий в топливо для ядерных реакторов. И мы предложили в виде термоядерной с точки нейтронов. Теперь этот такомак, из него летят нейтроны. Вы окружаете щитом неким из тория, которого у нас некуда девать. И этот торий превращается в топливо для реакторов. Изначально такомак был задуман для другого. Он должен был приблизить человечество к созданию рукотворного Солнца на Земле, то есть дать миру термоядерную энергию. От атомной она отличается тем, что высвобождается в результате слияния атомов, синтеза, а не от их деления. А что такое Солнце? Это в чистом виде термоядерный источник энергии. И мы, создавая здесь, на Земле, термоядерную энергетику, мы на самом деле, по сути, хотим воспроизвести процессы, которые идут на Солнце. Первый такомак построили в Курчатовском институте в 1954 году. И до 1968 года аналогов в мире у него не было. Советские ученые добились невозможного. Температуры в 11,6 миллиона градусов Цельсия внутри камеры. Такая высокая температура – одно из обязательных условий для реакции термоядерного синтеза. Такомак, слово, оно пошло тоже из Курчатского института. Означает оно троэдальная камера с магнитными катушками. Собственно говоря, здесь у нас было создано более 20 подобных установок. И Т-15, которые сейчас мы видим, это самая новейшая установка. Как только вы оказываетесь в чем-нибудь первыми, то ваш лексикон становится мировым. Когда мы запустили первый спутник, слово «спутник» узнала вся планета. Как только наш токомак впервые достиг термоядерной температуры, о нем заговорили все термоядерщики. После того, как в 1968 году ученые со всего мира своими глазами увидели токомак, в научном мире началось настоящее токомакопомешательство. Все, сложив десятки миллиардов, строят токомак, который был придуман в нашей стране в Курчатском институте, называется русским словом. Но токомак, когда он станет энергетическим станоком, еще никому не понятно. 5 декабря 1959 года в СССР спустили на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». Шедевр советских конструкторов, атомщиков и судостроителей. Над его созданием трудились более 500 предприятий со всего Советского Союза. Но задуман ледокол был здесь, в Курчатовском институте. Для того, чтобы разработать ледокол, опять, вроде бы, ледоколы были же, обычные ледоколы, которые на угле работали, там, или, допустим, на другом органическом топливе. Именно Курчатовский институт взял на себя функции научного руководителя создания ледокола в целом. Именно, я считаю, вот такой подход и обеспечил успех создания ледокольного флота. О планах по созданию атомного ледокола Курчатов упомянул еще в 1956 году, в своей речи на 20-м съезде. Пояснил, с помощью атомной энергии ледокол сможет проходить десятки тысяч километров без привычной нам дозаправки. Автономность плавания будет определяться только запасом провизии. Открытие возможности использования атомной энергии – величайшее достижение нашей эпохи. Так будем же трудиться над дальнейшим развитием этого открытия только в мирных целях, чтобы улучшить жизнь и возсостояние всех народов мира. При нем сошла первая наша подводная лодка, вторая в мире в 1958 году – Ленинский комсомол, а в 1959 – первый в мире ледокол. То есть все произошло при его как бы жизни. У него были не только исследователи, но и последователи. У него был близкий ему человек Александр. Александр, равновеликий ему, подхватил, продолжил это все и перевел на новый уровень. Идея создания атомного ледокола принадлежала Игорю Курчатову и Анатолию Александрову. Научное руководство новаторским проектом осуществлял Александров. Анатолий Петрович называется отцом атомного флота, родоначальником, военного и гражданского ледокольного флота и электровоза. Почему решили создать именно атомный ледокол? Северный морской путь должен был стать полноценной транспортной артерией. Но запаса топлива для дизельных ледоколов хватало максимум на месяц. В то время как атомоход мог бы продолжать свое движение годами, разламывая лед в 3 метра толщиной. Для нашей страны это очень актуально. У нас значительная часть территории лежит за пределами полярного круга. Северный морской путь – это кратчайший путь из Европы в Азию. Более чем в два раза, в два с лишним раза короче обычного пути через Суэцкий канал и так далее. Первый атомный ледокол стал мировой сенсацией еще до спуска на воду. Ранним июльским утром 1959 года кораблестроители пришли, как обычно, на работу на адмиралтейские верфи и остолбенели. У ледокола грохотали бульдозеры, экскаваторы, краны, подвезли арматуру и бетон. В результате за считанные дни появился роскошный причал длиной в 200 метров. Тогда же прошел слух. Сюда едет вице-президент США Ричард Никсон. А с ним адмирал американского флота Хайман Рековер. Именно он настоял на том, чтобы посещение ледокола внесли в программу американской делегации. Да, Рековер. Понимаете, он уникальная личность. Не без его участия получил поддержку направления реакторы под давлением на воде. И на этой основе базировался был американский флот. Перед тем, как американская делегация ступила на адмиралтейские верфи, с инженерами провели инструктаж. С Рековером не болтать, о чем бы не спросил. Те в ответ рассмеялись. С нашим английским не поболтаешь. На что получили ответ. Он владеет русским. Эмигрант из Российской империи. А всех, кто разбирался в энергетической установке, на беседу с американской делегацией вообще не позвали. Но Рековер сам нашел ответы на вопросы. Ну, Рековер был в Санкт-Петербурге на ледоколе Ленин, когда он встроился. Там облазил все. Его пытались не показать. Но это был такой человек, которого даже даже КГБ не могло победить. Он все посмотрел. Потом поехал, сказал, что нет, они быстро не пустят. Мы быстрее пустим Саванну. Саванна – первый грузопассажирский атомоход проекта Хаймана Рековера. Но он ошибся. Как с ней, так и с прогнозами относительно советского ледокола. Уже спустя два месяца Ленин отправился на ходовые испытания. За 30 лет работы ледокол провел 3741 судно, пройдя свыше полумиллиона морских миль во льдах. По расстоянию это сопоставимо с 30 кругосветными плаваниями вдоль экватора. Роскошная же Саванна из-за сложностей в обслуживании с треском проиграла обычным сухогрузом и все 8 лет своей работы лишь множила убытки. А с ледокола Ленина начался единственный в мире атомный ледокольный флот. А сегодня мы единственная страна в мире, у которой ледокол. Единственный атом в мире ледокол. Ну подумайте, сколько? Тот с небольшим. Так больше половины нашей. То есть мы безраздельные хозяева высоких широт благодаря атомному ледоколу. Во флоте он легкий, конечно, но легкий и прочный. Мы разрабатываем действительно от лабораторного роста до технологии под определенные изделия. Здесь, в НИЦ, Курчатовский институт, Прометей, по разработкам ученых из Курчатника создавались материалы для всех атомных ледоколов. От самого первого, Ленина, до суперсовременного лидера, который еще только предстоит спустить на воду. Сталь для корпусов ледоколов должна сочетать на первый взгляд несочетаемое. Высокую прочность и пластичность, стойкость коррозии, сопротивляемость динамическим воздействием ледовых полей и ветроволновым нагрузкам. И при этом эффективно работать при температурах до минус 60 градусов Цельсия. Основная задача создать некие материалы, которые имеют высокое сопротивление таким воздействием. Вторая задача, как их лечить. Что делать с теми материалами, с тем оборудованием, которое было разработано без учета современных сегодняшних технологий и возможностей. Сегодня материалы нового поколения, созданные в Институте Прометей, можно использовать в арктических льдах, в космосе и глубоко под водой. Из них построен практически весь отечественный военно-морской флот. Плавучие буровые установки, морские ледостойкие платформы, глубоководные аппараты и атомные станции. Для освоения дальнего космоса атомная энергия незаменима без нее никак. Первый ядерный реактор для космического аппарата создали США и запустили в 1965 году. Правда, Блин оказался комом. Американцы первыми запустили в космос атомный реактор, который сломался и так с тех пор летает, там летает, летает и будет летать еще тысячи лет. Вот. Мы запустили там три десятка спутников с ядерными установками. Человечество должно объединиться. И направить усилия для борьбы против будущей, возможной, пусть это, пусть когда-то будет, через сто лет, через двести лет. Что поможет справиться с этой угрозой? А то, что мы создали для убийства людей? Термия, берна, оружие. Но в середине 60-х про объединение усилий никто и не думал. США и СССР пытались опередить друг друга в освоении новых технологий. И о том нашлось еще одно применение на Земле. 15 января 1965 года. СССР. На территории Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане термоядерный взрыв. Мощность в 8,5 раз больше, чем у американской бомбы, сброшенной на Хиросиму. За секунду миллионы тонн грунта взмывают на километровую высоту. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. Это проект по созданию атомного озера Чаган в засушливом районе Казахстана. В воронку глубиной 100 метров и диаметром почти в полкилометра по каналу из реки поступит вода. И появится озеро для орошения засушливых земель. Первый заплыв в рукотворном озере совершил министр среднего машиностроения СССР Ефим Славский. Человек, ответственный за советскую программу создания ядерного оружия и активно поддержавший проект по сотворению атомного озера. Славский купался в этом озере. Мы тоже все обязательно плавали в этом озере. И очень наглядно показали, что вредит природе. Значит, все кричали томатом, томатом, томатравитем. Вода чистая. Рыба водится, скот с удовольствием пьет, люди купаются. Создание озера Чаган было частью секретной программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства», стартовавшей в Советском Союзе в 1965 году и более известной среди чиновников под названием «Государственная программа номер 7». Столько открытий было сделано, сколько месторождений открыто. В Сибири оказалось, что по теми месторождениями, о которых все знали, еще несколько слоев есть на глубину до 4 километров. Геологи мира нашим завидовали. Советская программа была похожа на американский план Плаушер. Его начали осуществлять чуть раньше, в конце 50-х. Первые начали американцы. Цели были самые разнообразные. От глобальных проектов. Строительство второго Паналовского канала, допустим. Или гавань где-то крупная на Аляске. Дальше. Разработка месторождений. Мирные взрывы применяли для решения проблем на месторождениях. В начале 60-х в Узбекистане, в СССР месторождении «Газли» произошел взрыв. Образовалась воронка, в которую провалилась буровая вышка высотой с 16-этажной дома. Образовалась огромная воронка, и 50-метровая буровая вышка ушла. Не видно ее даже, как так глубоко она провалилась. И вот ткни палочкой песок, поднеси спичку, у тебя газ вгорел. Температура 110 градусов. Давление 500 атмосфер. И на этой огромной площади все остановилось. И газ нельзя подавать на Урал. Для Альберта Васильева создание заряда для подземного взрыва стало личным вызовом. Года спустя он разработает много новшеств. А его схему заряда применят в полусотне мирных ядерных взрывов. Бурится скважина на любую глубину. На километры мы уходили. Для нефтяников, газовиков. Пускается маленький, изящный заряд. Его пустили, зацементировали все за трубья и внутри трубы. Взорвали. Это вещь, которая позволяет передвигать горы. Многие думали, что причина свертывания проектов по мирным взрывам по обе стороны Атлантики непростое отношение к ним общественности. Но дело было не только в этом. Нет такого способа, как отделить мирный от исследования ядерного заряда. Индусы произвели ядерный взрыв подземный, объявили его мирным взрывом, после чего создали атомную бомбу, то уже, как говорится, доверие к этой технологии было убито напрочь. И был создан договор, что запретить. После аварии на Чернобыльской АЭС многие вспомнили об атомном озере Чаган. Чтобы оценить влияние остаточной радиации, туда запускали разные виды рыб, водорослей, млекопитающих. Экзотические виды не выжили. Причина – непривычная среда. Но стали поговоривать, что радиационный фон. Нет, нет, не настолько он повышенный. У тех же бразильцев на берегу или индусов на берегу весь песок радиоактивный. Моноцитовый песок, он радиоактивный, в нем тория много. Такой же, как уран. Поэтому это все преувеличение. Люди забыли, как в 30-х и в начале 40-х сметали с прилавков радиоактивное мыло минеральную воду, кремы или зубную пасту. Тогда слово «радиация» на упаковке делало товару отличную рекламу. Но с появлением атомной бомбы и аварии на АЭС, само это понятие для сотен миллионов человек по всему миру стало ночным кошмаром. Это все заставило изучать воздействие, как излучение действует на человеческий организм. Но он не только может разрушать человека, но он может пользуемо принести, разрушая те клетки, которые вредны для человеческого организма. Курчатовский институт с самого начала своего существования исследовал влияние излучений на живые объекты. Сегодня важнейшее прикладное направление этих исследований – ядерная медицина. Она борется с раком и рядом других тяжелых заболеваний. У нас как бы есть вот таких три кита, да, то есть с одной стороны это хирургия, с другой стороны это химиотерапия, с третьей стороны это те или иные методы воздействия с помощью радиации, ну в том числе и введение в организм препаратов. Вы должны понимать, вы таблетку к рту подносите, сегодня нет лекарства, которое бы было создано без использования рентгеновского излучения. В современной науке все тесно переплетено. За каждым новым лекарством в среднем 10 лет работы специалистов из разных научных сфер. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук уверяет, именно такой подход в свое время помог СССР не проиграть гонку вооружений с США. Этот подход в институте исповедует и сейчас. Когда вы создавали простые вещи, ну у вас кто-то там варил сталь, кто-то делал все, когда вы хотели сделать сложную вещь, например, атомное оружие или подводную лодку атомную, вам надо было соединить все вместе, математику, физику, химию, материалы, биологию. В каждой отраслевой области было готовое решение, там сделали металл, тут посчитали, тут разработали, тут сделали. А сегодня новое дело, оно связано с тем, что вы должны соединить не готовые решения с биологией, химией, а вы должны соединить химию, биологию, математику и физику, чтобы они на атомарном уровне сделали новое решение. Ищут решения и на микроуровне. Например, с помощью исследовательского ядерного реактора ПИК на площадке Петербургского института ядерной физики НИЦ Курчатовский институт в Гатчине. Это самый мощный источник нейтронов в мире. Нейтронное излучение работает как фонарик. С его помощью изучают структуры вещества, которые иначе не разглядеть. Если мы хотим узнать, как устроен микромир, как там атомы и молекулы взаимодействуют между собой, где они расположены и как они там двигаются, то нам нужно какое-то излучение. Вот нейтроны для этого очень хорошо подходят. Без знания внутренней структуры вы не можете ни свойства материалов прогнозировать, ни понимать, что у вас произошло с объектом после какого-то воздействия на него. Ядерный реактор ПИК, пуск которого торжественно состоялся в феврале 2021 года, в ближайшем будущем поможет осуществить прорыв в разных областях. От энергетики и медицинских технологий до исторического материаловедения и сельского хозяйства. Возможности ПИКа интересны даже реставраторам и коллекционерам предметов искусства. И мы, человечество, обязаны научиться использовать грамотно атом для жизни на нашей планете. Потому что других вариантов просто не существует. Когда-то Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и создании атомного оружия. Но за последующие десятилетия он стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, за которыми и будущее. Именно с Курчатовским институтом в России связаны первые шаги в поисках и разгадке одной из самых больших тайн Вселенной – атома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok